всем доброго времени суток друзья но тема сегодня такая слабо радужная скажем хотя колода как раз таки радужная и веселая если к этому времени еще обзор на эту колоду не вышел а я расклад на не сперва выкладываю то знаете что обзор будет что он буквально там на днях выйдет потому что он уже снят просто по какой-то причине я решила его немножечко позже опубликовать может быть не хватало именно общих раскладов именно на канале и хотелось но как-то разбавить что ли обзоры колод которые пошли чередой которых было достаточно много еще будет за последнее время и ближайшее время потому что есть новые колоды которые пришли но скажем так каждый день не удается снять на них обзор однако хочется конечно показать их каким-то образом и уже поработать с ними на широкую аудиторию есть и колоды которые уже участвовали в обычных в обычных индивидуальных раскладах но на широкую аудиторию они еще не выходили и вот сегодня у нас четыре позиции тема своеобразная тема можно сказать тоже одна из скандальных как я это называю под которой там обиженных куча обычно бывает и вопросы какие-то но тема жизненная например в на прошлой неделе приходила женщина с таким вопросом в индивидуальной консультации то есть почему супруг не хочет ее почему не получается там вот у них не то что не получается он вообще просто к ней не притрагивается и она не понимает да что это это по здоровью что-то у него или это проблемы в отношениях или это другая женщина или что-то еще как-то ну давайте сегодня посмотрим это актуально и для женщин и для мужчин тема и мы будем смотреть так почему партнер не важно женщина мужчина почему не идет именно на сексуальное отношение это потому что есть физические какие-то проблемы это импотенция или это фригидность или какие-то другие вопросы или эта ситуация когда у человека есть кто-то другой поэтому делает вид что ничего не получается там и так далее или что устал или что там пресловутая голова болит или какие-то другие моменты вот это мы будем сегодня разбирать 4 позиции будет может быть для вас сейчас эта тема не актуальна но когда-то в жизни был период когда происходило что-то что требовало подобного рассмотрения вопросов это кстати к чему я всегда говорю что нет запретных каких-то тем есть темы для людей актуальны и люди приходят зачастую с теми темами которые ну не у кого спросить не с кем посоветоваться и это не смешно потому что реально у людей подобного рода и другие проблемы бывают а бывает такое что кто-то кого-то чем-то там неприличным заразил или еще что-то понятное дело что надо идти к врачу но здесь и моральная сторона вопроса очень часто рассматривается и все бывает не так однозначно как могло бы показаться на первый взгляд поэтому тема глубокая достаточно это в первую очередь тема отношений и здесь плод для того что вы можете смотреть почему у вас человек избегает в целом вот так тоже можно рассматривать колода у нас новая прям позитивчик на позитив чеки таро радуги таро конца августе радуги как я ее называю давайте посмотрим сейчас как расположится великие ужасные на первую позицию ананас на яблони рус вторая позиция зеленый виноград потрясающе смотрится зеленый виноград с этой колодой атомная клубника и на четвертую позицию наливное яблочко на эту и другую любую тему вы можете заказать индивидуальную консультацию более того сейчас радостная новость открыта возможность хотя бы до конца 2022 года с работой из-за рубежа через пайпел то есть такая возможность те кто раньше приходили не получалось по определенным объективным причинам сейчас такая возможность есть если друзья требуется вам работы с оплатой через пайпел тоже можете конечно приходить для тех кто выбрал позицию номер номер два давайте посмотрим но это именно для тех у кого есть определенное избегание если у вас там все отлично и прекрасно то тогда просто тема не ваша смотрите ощущение заморозки ощущение того что могут быть проблемы по здоровью если эта женщина то это может быть неопределенность да вот своеобразная такая ощущение более в нижней части живота то есть бывает такое что знаете как какие-то спазмы или что-то вот хватает как будто бы есть такой нюанс есть момент также я не знаю я не врач они ставлю диагнозы но форматы когда говорят что холодная матка вот такие вот моменты есть у мужчины тоже ступор ступор больше психологического характера и так и у женщины здесь больше психологического характера тормоз в отношениях чем физического но проблема которая психосоматическая выдается на физическом уровне через психологический какой-то такого тормоз ступор ну плюс у человека здесь если есть вредные привычки это вплоть до того что человек может что-то употреблять это может быть от пьянства до просто ситуации когда измотан и не выспался то есть причина физическая все-таки даже несмотря на то что она пришла через психосоматику здесь есть поэтому давайте мы сейчас рассмотрим вопрос аморально да вот именно отношения к вам у человека есть какое-то тепло какая-то сонастроенность вообще какое-то желание вот это мы посмотрим давайте вы знаете ощущение что человек замкнулся в себе у кого-то здесь реально именно физическая проблема человек сама замкнут человеку вообще не интересно что сейчас у вас происходит как вы переживаете вот это и вот эту холодность его ему вообще да вот он не вникает в это вопрос финансов вопрос здоровья стоит для человека актуальной поэтому просто переключился я не вижу чтобы здесь были другие до партнер чтобы это была ситуация когда идет измена если здесь измена и появится то она как вытекающие последствия называется у меня не получается у меня только с людой не получается или снасти у меня тоже не получится вот такая может быть проверочка себя но пока человек особо к этому не склонен называется ушел в себя вернусь нескоро мне пока самому собою тоже хорошо но вот судя потому что мы здесь видим честно говоря мы видим что у человека и как бы до шаловливых ручонок то тоже сейчас особо нет то есть не просто ушел в себя вернусь нескоро а именно та ситуация когда какие-то глубинные мыслительные процессы по низ понимания себя в этом мире желание каких-то перемен то есть здесь психологическая причина которая выливается в физическую и человек не потому что какой-то грозный и ужасный изменщик а потому что просто зациклен на других проблемах давайте перспективы решения на ближайшие пару месяцев как-то попустит или нет ну смотрите здесь да здесь может попустить может вернуться либидо да да здесь может пройти из области не то чтобы саму пройдет но при определенных обстоятельствах в ближайшие пару месяцев наладится этот вопрос может давайте вам предостережение и совет в этой ситуации смотрите не давите на человека на сегодняшний день не проявлять какую-то свою власть и не требуйте от него то есть не то что я твой муж ты должна или ты моя жена там или ты мой муж ты мне обязан такого тоже быть не должно потому что у человека еще больше начнется уход в себя и он будет вообще избегать разговоров и попыток как-то наладить данную сферу жизни поэтому здесь аккуратнее с давлением на человека что нужно закрыть эту тему вообще пока что и чувствовать себя уверенно то есть не ходить как побитая собака с несчастным видом когда у вот там лёшенька меня не хочет нет здесь нужно приободриться и заняться своими делами просто оставив человеку вот эту проблему называется у тебя есть проблема решая разбирайся обдумывая как будешь готов тогда и будем разговаривать а потом уже вернемся к этой проблеме позже если есть возможность у вас куда-то уехать можете уехать но тему именно сексуальной близости пока не поднимайте потому что чем больше вы будете об этом разговаривать тем больше человек схлопываться вот так вот да как-то закрываться будет здесь такая нервная карта ложится на которой реально как раз таки говорит о том что человеку будет больно как серпун по одному месту и будет потихонечку отползать в дальний темный уголок для того чтобы эту тему вообще никак не поднимать поэтому будьте осторожны вообще в разговорах даже можете сами если человек как-то вот будет сомневаться в том разговаривать или нет можете перевести на другую тему там просто сказать о а пойдем там вот допустим в кино сходим там еще что-то без каких-либо продолжений то есть чем больше вы будете сейчас другим чем-то интересоваться тем легче будет человеку потом вам открыться и как-то вернуться к этой теме для тех кто выбрал позицию номер номер раз ананас и в рифму и правда 2 по порядку выкладки но смотрите может быть недостаток да вот сексуальных каких-то таких вот эмоций но я вам скажу так скорее всего человек перетрудился то здесь на физике может сказывать усталость сказываться усталость или физическое перетруждение то есть вот что-то тяжелое поднял что-то там перетаскал где-то перемерз и реально у человека может быть не до того то есть если вы допустим шли с какими-то сумками домой по морозу пометели вас два раза сдуло ветром ударило объемку а потом сверху присыпало снегом но вот как-то не до того вам уже когда вы пришли домой неважно мужчина вы или женщина в этой ситуации здесь ощущение что перетрудился может быть ситуация когда реально физически что-то делал там растягивал пытался растягивалась пыталась есть на шпагат и вот что-то просто больно просто боль в мышцах может быть или опорно-двигательный аппарат перетрудился много действий каких-то совершил но в целом ситуация такая которая говорит о том что организм с этом с этим справиться и глобально конечно здесь какой-то большой проблемы нет есть именно не физическая какая-то тяжелая болезнь а когда перестарался перетрудился а может и перри вот это вот в свое время и теперь называется я так уже что больше не могу пока что давайте эмоционально к вам настрой считает что многовато как-то вот сейчас идет инициатива от вас по этому поводу человека хочет побыть саму да что-то болит вот смотрите история такая когда реально что-то болит там ногу подвернул что там еще вывихнул себе ну вот как-то так переносил тяжелого перемерз стукнулся вот из этой области как то пока что называется дай-ка мне восстановиться ты слишком многого сейчас от меня хочешь вот такая позиция хотя к вам плохого отношения нет просто человек сейчас перенаправлен на себя кстати перекликаются вот эти две позиции между собой тоже давайте на ближайшие пару месяцев перспективу здесь здесь нормально все будет здесь даже меньше чем пара месяцев для кого-то буквально два-три дня и человек сейчас как-то в себя придет вот такие моменты есть смотрим именно пока вот по умолчанию до двух месяцев здесь хорошие перспективы разрешения этого вопроса предостережение совет ну вот смотрите здесь какая история если это отношение из области в горе и в радости вместе да пусть даже это не официальный брак на душевное отношение с вашей стороны на то не надо показывать свое право сейчас называется ну устал ну как-нибудь там за себя полежи уже не надо так говорить потому что вы таким образом поймете что особо не цените то что на душе у человека то как он воспринимает сейчас этот мир сейчас время проявить эмпатию и понять что происходит иногда надо смириться склониться перед тем что есть и вот это тот случай когда вместе и болезни и в здравии и поддержать как-то нужно и скажем так и я все понимаю я подожду вот из области какого-то такого до момента когда стоит может быть даже что-то физически помочь человеку сделать но если вы женщина мужчине физически допустим перетаскать вагон мешков с сахаром вы не сможете но может быть взять какие-то допустим заботы на себя типа там оплату коммуналке там или сходить с какими-то бумажными делами куда-то немножко да вот играючи просто показать хотя бы намерение что вы можете помочь что-то сделать не значит что вы должны впрягаться вместо человека в этой ситуации но поддержать в том числе вот как-то морально физически не просто уговаривать там мути бедненький или бедненькая не получилось а нет не в этом вопрос это посмеялись и ладно это та история когда вы просто она за сюда полежи я пойду там сама разогрею еду там или что-то такое просто дайте человеку немножко покоя и отдыха если вы про женщину про жену тоже возьмите какую-то часть ее обязанностей на себя уж я думаю пару дней поразогревать завтрак или там пожарить яичницу с утра ну не составит большого труда а человек как раз таки отдохнет отоспиться может быть вы детей в школу отвезете или в садик женщина пока что отлежится отоспиться точно так же и с мужчиной вы можете допустим там ты сегодня отдохни поспи там допустим до 9 я отвезу в школу всех то есть вот такие вот моменты могут быть в целом для тех кто выбрал позицию номер номер яблочко наливное четвертая позиция что у нас по физике а вот здесь вот как раз может быть ситуация физического характера именно на физике проблема какая-то но косвенно такая карта может в тандеме с определенными вещами показывать на и моменты магического воздействия но здесь есть проблемы все-таки на физике у кого-то человек просто мог сейчас уехать или собирается в дорогу и ну не до этого а у кого-то физически реально удариться мог что-то какие-то дела для женщин это может быть ситуация когда были недавние роды и не восстановила женщина после родов то есть физическая боль реально может мешать соприкосновению такому вот да именно в любовном формате поэтому здесь есть проблема есть проблема на физике а кто-то вообще загадал человека который давно умер вы зачем это сейчас сделали уважаемые человек как-то потерял себя здесь проблема и на физике и обида депрессия состояние депрессивности вот какой-то настолько депрессивности хочется осмыслить что-то а кто-то вообще вот я говорю что здесь есть люди которые вообще загадали партнера которого нет вообще конечно зачудили красавчики ну вот что вы мне можете сказать вот вот такая история если его как бы вы ну не из тех кто загадали тех кого уже нет а нормально живого партнера загадали все здесь магическое воздействие здесь вот может быть очень даже завязка причем кладбищенский и гильет здесь может быть очень даже запросто но и на физике тоже проблема то есть выражается в том что да есть она еще она может выражаться если вы очень сильно поругались то настолько обижен что не хочет видеть человек вот такая история может быть человеку нужна пауза сейчас ощущение остроты какой-то да вот эмоциональной здесь есть и человек еще кстати вы знаете от реальной обиды от реального какого-то перенесения сложностей моральных в том числе и физических человек может перейти в стадию игры сейчас то есть называется сперва мне было реально плохо сейчас я с тобой поиграю потому что ты меня обидела или обидел и я тебе сейчас выдам стране угля может быть такая история перспективы на пару месяцев давайте посмотрим ну здесь смотрите если вы интересно из разных мест колоды доставала выпали подряд три аркана это король королева и рыцарь пентаклей здесь не очень быстро но если это муж и жена если на одной волне люди они могут договориться о том что будет происходить дальше то есть здесь однозначно люди сядут за стол переговоров или уж лягут на кровать переговоров но будут разговаривать каждый будет отстаивать свое мнение здесь может быть жесткий достаточно разговор и после этого разговора каждый уйдет в себя говоря о том что не очень-то и хотелось не очень-то мне было и надо то есть вот здесь вот будьте осторожнее с теми отношениями которые стоят на паузе она может затянуться еще больше и несмотря на то что поговорить то вы поговорите на эту тему но к договоренности скорее всего придете к такой что давай пока друг друга не трогать его такая здесь может быть штука опять же говорю что можете злиться можете там вас может не устраивать трактовка по этой позиции мы же все белые пушистые все у нас всегда хорошо должно быть но карты что говорят то говорят остается надеяться на то что может быть не свою позицию просто выбрали предостережение и совет гуляет прям один и тот же аркан не давите не давите на партнера и с другой стороны женщине говорят не надейтесь особо на мужчину пока что но знаете для кого-то вообще пришла пора выстраивать какие-то другие отношения вот есть такая история когда называется если ты не хочешь тогда у меня будет что-то по-другому тогда я как-то по-другому буду себя реализовывать вплоть до этого формата а так пока что вам советуют очень даже внятно четко и резко убрать чувства и включить логику то есть если вы понимаете что это уже год продолжается и что реально допустим физическая проблема какая-то уже прошла но человек не простил не забыл что-то у человека есть какой-то ступор когда он видит вас то есть например когда-то вы обидели очень сильно человека и сейчас у него так и не получается эмоционального восстановить к вам восприятие может быть настала уже пора друг друга рассматривать как бывших то есть может быть здесь уже настала пора по поговорить не то чтобы по душам но привести свои аргументы и ставить какие-то точки над ее то есть решать или да или нет или туда или сюда а так вам вот вообще рекомендуют проявить инициативу по поиску каких-то других форматов своей реализации для кого-то это будет сублимации выведения энергии через другие какие-то да вот допустим не через сексуальность а через что-то другое там через работу через творчество для кого-то в прямом смысле слова такой приземленный совет называется но раз вас там не хотят уже достаточно давно это в основном для тех у кого больше года такая катавасия происходит то чешите-ка вы в другом направлении ищите себе просто другого партнера но если здесь есть магия то смотрите диагностики магического негатива или просматривайте в индивидуальном порядке свою ситуацию и тогда будет понятно может быть если здесь но здесь косвенные моменты информации по магии были здесь чистка может решить проблему но я всегда говорю о том что и в отношениях нужно смотреть на то что происходит здесь я не вижу страсти здесь есть обида здесь есть застоявшиеся какие-то вот такие моменты когда люди уже и друг друга особо могут не воспринимать как сексуальных партнеров но и на физике проблема присутствует так позиция 1 2 3 компот компот атомный клубничный реактивное топливо здесь смотрите на физике нет никаких проблем женщина может быть беременна здесь если вы даму до загадывали женщина беременна на том сроке когда она считает что не надо бы пока вот до всего этого пройдет немножко времени пройдет месяца два-три и может это все измениться если женщина беременна если не беременную женщину вы здесь загадывали то история такая что человек просто ну вот как-то выжидают выжидает чего-то более интересного хочет командовать да вот хочет здесь вот быть все-таки ведущим а неведомым в этих отношениях физических проблем нет по этой карте это просто не то чтобы апатия а определенная незаинтересованность и формат слов давай потом у женщин это может быть ну или у мужчины если если скажем так если предлагается что-то что человеку не хочется реализовывать именно в постельных всяких мероприятиях да предложили какой-то ну скажем так способ вид сексуального сексуального контакта который не устраивает человека человек может оттягивать этот момент уже давай потом давай потом попозже давай завтра давай послезавтра то есть вот такие моменты здесь могут быть как относится ну знаете относится хорошо и есть состояние влюбленности видимо человеку все-таки что-то не нравится что вы предлагаете здесь можете казаться инфантильным не совсем то что хотелось бы получить да вот от близости может вот так вот это проявляться но в целом перспективы договориться здесь есть и к вам отношения хорошие она тоже есть единственное что тоже не передавливайте то есть все должно здесь больше быть форме игры в какой-то более ласковой форме перспективы на ближайшие пару месяцев но вы знаете если вы будете продолжать вот такую вот свою опять же игру и будете продавливать свою какую-то историю то человек может отгородиться от вас и либо вообще перестать хотите да вот таких вот контактов либо здесь может быть вообще ситуация когда человек начнет искать какого-то другого партнера поэтому здесь будьте поаккуратнее пока что ситуация не критическая но она может к этому прийти при определенных озвученных обстоятельствах давайте посмотрим здесь предостережение совет предостережение совет ну вот смотрите не идите по накатанной и не старайтесь сейчас просто если вам что-то не нравится если вам предлагают то чего вы не хотите если вам наскучило что-то то есть у вас есть определенные такие вот не то чтобы требования претензии к личной жизни к формату именно сексуальной жизни то вы должны озвучить вы должны сказать что вам не нравится потому что если вы будете замалчивать то есть ну например вас какое-то время там додавливают до определенного вида до сексуального контакта или в определенном месте которое вам не нравится или там еще что-то до из этой области или допустим ну человек хочет в то время когда вам это не нравится когда вы это не хотите не смысле вообще его не хотите а есть конкретное время кто-то вечером кто-то там в период женских дел не хочет кто-то еще там что-то не хочет но все люди взрослые у всех свои какие-то приколы есть по этому поводу то есть вот не пытайтесь вести ту же политику партии там полу соглашательства полуобещательства а давай потом а давай попозже а давай в другой раз а давай не будем сейчас об этом говорить это вот вообще не та стратегия которая здесь работала бы и работала бы качественно вы скажите то что выход не хотите то что вас не устраивает но опять же не так что ты дурак ты дебил ты такое просишь я такое не хочу а здесь должна быть такая позиция когда вы просто говорит что мне не нравится я не хочу такое что не потому что ты идет а потому что мне это неприемлемо я так не хочу я так не буду пойми меня там допустим услышь меня восприми меня у кого-то имя саша кстати здесь прям прорабатывается имеете полное право без перехода на личности достаточно мягко сказать то что вы не хотите вы можете сказать о том чего вы боитесь что например там вынуть ну если беременная здесь да например что вот я боюсь что там что-то вредно будет для ребенка там или что-то озвучить это надо потому что когда вы просто занимаете или по отношению к вам занимают позицию что давай потом давай завтра давай послезавтра это затягивает только все больше узел той проблемы которая здесь существует если от вас как-то да вот бегает человек то вы тоже можете сказать что ты понимаешь что в конечном итоге мы до бесконечности откладывать этот разговор не можем мы когда-то на эту тему все равно поговорим поэтому давай поговорим без перехода на личности без скандала достаточно мягко и здесь можно и нужно говорить о своих мечтах о своих страхах что как бы вы хотели в данном случае а как бы для вас это было хорошо вот об этом настала пора поговорить здесь вот именно ждунизм и избегание определенное она присутствует но при этом видите на физике проблем каких-то нет в этой истории что хочу сказать здесь по этому раскладу конечно может быть история когда скажут фу столько гадостей понаговорили людям я вам скажу так что на эту тему ну не пойдет человек у которого из области чисто поржать то есть здесь скорее всего есть какая-то проблема уже а раз она возникла то значит нужно копаться в ее сути и понимать как себя вести цель этого расклада была не просто сказать там ага у кого-то писька не стоит нет здесь вот именно цель расклада в том чтобы вы поняли как надо вести себя в этой ситуации если есть физическая какая-то проблема если есть какая-то психологическая проблема как правильно выходить из этой ситуации для того чтобы вам это было благоприятно и естественно никакой цели посмеяться над кем-то над чем-то не было это вот как раз пример это очень сложная в моральном смысле работа и казалось бы такая смешная тема может быть название я тоже ей дам какое-то смешное я пока еще не определилась вот но при всем при этом здесь история о том что есть проблема между людьми и это надо как-то решать и зачастую об этом не с кем поговорить то есть вы не можете просто прийти сказать мама там или там или подругам всем рассказать что что-то не так или там уж не будет же друзьям расскажет ленка меня не хочет она мне не дает уже три месяца так тоже же но сложно об этом говорить потому что потом будут постоянно эти знакомые люди перестрашены чего там у вас ну как там у вас а это уже будет неприятно самому человеку который рассказывал поэтому это вот такой бескровный путь скажем так путь великолепный для того чтобы рассмотреть эту проблему посмотреть на нее с другой стороны и опять же весьма и весьма здесь так вот все инкогнито каждый может кого интересует эта тема зайти и посмотреть и для себя сделать какие-то выводы и естественно никто над вами в этом смысле смеяться не будет потому что и в личном формате люди тоже рассматривают и такие темы в том числе абсолютно часто такое бывает и в именно функция торолога в данном случае не то чтобы заменить друзей или подруг или психолога да но в данном случае функция торолога поговорить о том без смеха без каких-то подколок о чем нельзя поговорить с теми кто находится рядом с вами поэтому я желаю исправления в отношениях а здоровая в том числе сексуальная жизнь это сигнал что в паре да вот все хорошо есть надежда на существование дальнейшие этой пары хорошая и безоблачная когда вот такая проблема есть и и все-таки нужно да вот как-то поднимать и в какую-то сторону вывозить уже эту историю всем желаю удачи и благополучия гармоничной благоприятной во всех отношениях жизни удачи до встречи до свидания